Привет, друзья! С вами Палет и Глория Вентурис. Первая серия была очень технической, потому что надо было поговорить о правилах. И я совсем ничего не успела сказать про саму Глорию, про нашу главную героиню. Поэтому сейчас, пока девушка добывает себе пропитание, пару слов о ней. Ирония в том, что Глория попала в Глазболт по трагическому стечению обстоятельств. Дело в том, что когда к дому Симов подъезжает черный лимузин с логотипом Симагод, названный Сим безропотно садится в него и отправляется туда, куда послали. Ибо неповиновения и даже споры кончаются очень плохо, а именно полным стиранием Сима с лица земли. Поэтому никто не рискует задавать лишних вопросов. Так было и с Глорией. Приехала машина, девушку посадили в нее и увезли вдаль. Сама Глория уверена, она не случайно у нас самоуверенная, что она избрана Симагодом и Великая Миссия возложена на нее благодаря ее высокому IQ и необыкновенной энергичности. Но на самом деле произошла бюрократическая ошибка. Наша Глория оказалась как две капли воды, похожа на Сейвера, которого специально создавал Симагод для миссии спасения Глазболта. Сим и Сейверы проходят обучение в спартанских школах Бэйби Бу и Чудо-ребенок. И, как правило, знают и умеют очень многое. И обладают почти суперспособностями. А Глория была хоть и способной, но совершенно обычной девушкой из благополучного мира и обеспеченной семьи. Поэтому сказать, что сейчас условия ее существования экстремальны, не сказать ничего. Возможно, именно чувство уверенности в себе, которое Глория обрела благодаря своей семье, сейчас ее спасало. Всю клубнику, которую Глория собирала на ваших глазах, я выложила вот здесь ровным слоем, потому что все-таки очень хочу, чтобы она попробовала плавить рыбы. Сейчас еще пару слов для того, чтобы поднять навык обаяния. Пока у нас хорошее настроение, зеленое. Пока не наступил комендантский час, может быть, хотя бы одну рыбку Глория успеет выловить. Вот эти вот палаточки, конечно, все очень мило, но вы этому не верите. Это так называемые фантомные боли, потому что пока не пройдена карьера, бизнес, химы не могут ничего продавать. С нейросетями беда и манипуляции купли-продажи слишком сложны для них. Они помнят какие-то телодвижения, которые нужно совершать, совершать, но чтобы обменять все эти бублики, которые, кстати, тоже запрещены на деньги, тям у них не хватает. И Глории нужно бежать писать отчеты. Это наше ежедневное задание. А эти отчеты, это как раз вот она проводит инвентаризацию, разбирается с ведомостями, разбирает завалы документов, которые связаны с различными товарами. Однако вы спросите, как же даже вот эту скудную обстановку, этот скудный дом, Глория смогла себе построить и обустроить? Раз в неделю по воскресеньям из благополучного мира приплывает корабль и выгружает все то, от чего избавились симы, живущие в здоровом мире, не в мире апокалипсиса. Все, что им не нужно, все, что они готовы были выбросить на свалку. Так, Глория, беги. Уже время комендантского часа. Все, что те благополучные симы выбрасывают на свалку, предметы самого низкого качества приходят в глазболт и раздаются за небольшие средства нашим водолагам. Да, симы здесь все еще получают зарплату. На это есть тоже специальный фонд Симагода. Потому что все-таки какие-то средства им нужны для того, чтобы покупать даже ту же самую рухляц. Да, это мой мастер-контроллер или командный центр предлагает мне переименовать супруга. Паула Рокко с Катриной Конганзе. Хорошо. Освежающий сон, перекус легкий. Давайте попробуем отмыться в раковине, хотя это совсем непросто. Боюсь, что сейчас раковина наверняка сначала загрязнится, а потом сломается. Но гигиена-то почти на нуле. К сожалению, клубника и прочей растительностью симы наедается очень плохо и очень ненадолго. А вот рыбу просто некогда бедной Глории ловить. Но нам еще нужно написать отчеты и хорошо немножко бы поднять веселье перед выходом на работу, чтобы Глория пошла в хорошем настроении и приблизилась к повышению. Очередные товарные ведомости разобраны и давайте сядем за шахматы. По ночам в дождь, когда капли стучат по крыше, и Глория грустна и одинока, она вспоминает детство в родном доме. Она вспоминает, как воскресным утром мама готовила завтрак для всей семьи, смесила тесто, а потом доставала из духовки ароматный яблочный пирог. Вспоминает семейные фотографии на родных стенах дома. Папу и сельчака около бара, и как на закате она рисовала, в то время как отец музицировал за своим белым роялем на их веранде и чудесный вид из окна на фонтаны и скульптуры, и весь их теплый, милый, родной дом, и лес вокруг дома, и горы, и проносившиеся по мосту машины и волны. Но время вернуться в реальность и убежать на работу к своим товарным накладным. Глория ушла в плохом настроении, настроении цвета серый на работу, поэтому вряд ли она сегодня достигнет повышения. Почему-то кормят ее прям вот совсем чуть-чуть, поэтому она умудряется проголодаться к концу рабочего дня. Досуг падает в ноль и, конечно же, никакого повышения нет. А у нас день сурка. Глория займется своими ежедневными нуждами и я включусь, когда случится что-то интересное. Глория поймала пару рыбок, я отправила ее познакомиться и поговорить с Маркусом, потому что обаяние качать в любом случае нужно, пока зеленое настроение. Да, и у нас третий уровень обаяния, это значит, что нам нужно делать пожертвования, которые нам недоступны. Думаю, Глория заслужила хоть один горячий ужин в течение трех дней. Пусть она пожарит те тру, которые у нее в кармане, и мы, как обычно, уберем ее в багаж семьи. Убираем. Нам еще какую-то награду дали, но она нам, как обычно, недоступна. Так, едим, как всегда, одну порцию, остальное выбрасываем и бегом отмываться. Так себе ужин под проливным дождем, да, моя девочка? Убедная. Домашние дела никто не отменял. Драем сантехнику и пытаемся хоть немножечко поднять уровень веселья. Глория зарабатывает четвертый уровень логики и отчеты придется все-таки написать. Только благодаря тому, что сон в стиле диско занимает так мало времени, Глорию удастся отправить на работу в более-менее приличном настроении. Она только есть хочет, а так даже веселье я успела ей поднять. Ну, удачи тебе, моя девочка, сегодня. Да, сегодня будет повышение, поэтому я даже перевожу ее в обычный режим, чтобы так сильно не падал досуг. И опять, что ли, нас не кормят? Дайте поесть, бедно-несчастной девочке. Ну, почему так мало? Почему не до конца эту шкалу наполняют? Наверное, какой-нибудь протухший бублик едали или засохшую булку. Ура! Повышение в карьере! Опять помощник менеджера. Вот здесь какая-то проблема с переводом. Она уже была один раз помощником менеджера, но это, видимо, самый главный помощник. И теперь Глории есть чем похвастаться. Глория тут с завистью смотрит, как девицы поедают хот-доги, а сама травит байки, и не зря она кормит их своим красноречием, потому что достигает четвертого уровня обаяния и теперь может жизнерадостно представляться. Нет, дорогая, хот-доги тебе нельзя. Да, вот лучше съешь клубничку. Саммер мне по душе думает Глория, потому что Саммер активная, веселая и а что если дать ей ключ от квартиры вдруг, когда зайдет, цветы польет. Глория, какие цветы? Цветы в принципе нельзя никакие, пока ты не закроешь профессию, не ты, а какой ты из твоих потомков ботаник или садовод. Да, она дает Саммер ключи, а делаю я это не просто так, потому что с ключами все-таки немножечко повышается вероятность того, что Симы к тебе сами придут, ведь мы же не можем их приглашать, нам приходится ждать, пока они нас навестят. Глядишь, Глория выйдет замуж за ребенка Саммер, которого еще даже в проекте нет. Спать, кстати, на лавочке тоже нельзя, спать нужно только под крышей. А еще у меня командный центр стоит для переименования младенцев, чтобы всех моих Симов не звали Варварами Капустинами или Сергеями Ивановыми. А перед самым выходом на работу Глория свернула крану раковины, видимо, от голода. Ну что ж, вернешься, будешь сантехником. Понятно, что сегодня никакого повышения не случилось, но зато впереди выходные и Глория надеется отточить на какой-то жертве свое красноречие. Хотя Глория сама очень тревожится по поводу своего навыка обаяния, но на ком я буду оттачивать свою стройную систему аргументации? Какие аргументы? На ком? На продавца из палатки? Так он не может дать сдачу с 5 символионов, если булочка стоит 3. Но вот тут сидит Нэнси Ландграф, и она похоже беременная, она даже пытается играть в шахматы, может быть, она оценит харизму. Глории, давайте попробуем. Естественно, беременная под дождем, конечно, Нэнси в большом дискомфорте. Ух ты, а Нэнси это, похоже, представитель местной мафии. С мафией Глории предстоит столкнуться в понедельник. Нет, Нэнси не оценила аргументы Глории, потому что разрушенные связи, да еще беременность расплавила мозги. Как хорошо, когда в субботу утром нет дождя, подумала Глория, сорвала колокольчик и пошла ловить рыбу с наживкой. Завтра в воскресенье будет распродажа рухляди, привезенной с большой земли, и Глория мечтает купить полочку и пару аквариумов, чтобы рыба не валялась и не тухла в доме на полу, а плавала в аквариуме, дожидаясь своего часа. От количества играющих на детской площадке мальчиков у Глории разбежались глаза, и она загрустила. Да, потому что пришло время присматривать себе жениха на детской площадке. Таковы реалии апокалипсиса. Жених должен быть молодой и юный. Пока Глория снимет карьеру, он как раз подрастет. Давайте будем знакомиться. с детишками. Кто это у нас? Это Сашка Гот. Это похоже девочка. Это Макс, а это Пирс. Этих я вообще не знаю. Давайте познакомимся с Пирсом. А это кто? Это наверняка какой-то Манч. Лукас. И у нас пятый уровень. Ну, видите, как хорошо Глория находит общий язык с детьми. Об этом стоит задуматься. Да, мне-то эта идея нравится подыскать себе жениха вот здесь на кораблике. А Глория, по-моему, слегка смущена. Глория, но это же будет не сейчас, а в будущем. Надо присмотреться. Спросить про школу. Да, как тут со школой? С разрушенными нейронными связями. Кто же вас учит, дети, и чему вас научат? Под субботним вечером Глория собрала вокруг себя толпу народа и прокачала обаяние до шестого уровня. Теперь она научилась подлизываться. Глория так ждала воскресенье, потому что раскатала губу на то, что она построит подвал, но ей хватило только на малюсенький кусочек подвала и даже на лестницу уже в подвал не хватает. Но зато она купила сундук. Теперь вот это все безобразие, ну почти все безобразие можно будет хранить в сундуке. К тому же у нас появилось три полочки. Все вот эти детали, они, к сожалению, в сундук не засовываются. Их придется класть на полки. И у нас появилось три аквариума. Сейчас посмотрим, стухла ли рыба настолько, что ее нельзя засунуть в аквариум или все-таки можно будет это сделать. Можно. Еще не испортилось окончательно. Я только сейчас поняла, что вместо подвала мне нужно было бы купить домашний гриль, а теперь придется еще неделю мучиться без гриля. Ну, давайте хотя бы подвесную свечку для Глории купим. И смотрите, наша подруга Либерти родила мальчика и назову я его Дык. Я назову, а мама его так назвала. Не спрашивайте, почему Дык, потому что может быть это наш будущий муж. В глаз болт пришло лето. Это значит отцвела клубника. Теперь из съедобного растет только базилик. Надо будет бегать его собирать. Нужно запасаться едой на зиму, потому что зимой, я боюсь, эта река замерзнет и у Глории совсем не будет источников пропитания. Смотрите, Глория сама переоделась в свой лейкий вариант одежды и надо сказать, что выглядит она совсем не по акаполептически. Боже, Мортис, а ты мне казался таким солидным, таким респектабельным мужчиной. Это что за маечка с голым ком и шортики. Да, седина в бороду без ребров. Все-таки Глория удачно выбрала райончик для жилья. Смотрите, здесь какая активная тусовка. Очень это полезно для ее навыка обаяния. И все такие в шортиках, в гольфиках. Ну, просто красота. Красная маечка, красные гольфики, мальчик паинька. И еще один навык, седьмой нам покорился. Мне это очень нравится. И только что она дала ключ от квартиры Салиму. Смотрите, Глория получила хорошую репутацию. Для меня это совершенно новая опция. я не играла вообще до этого путь Славы. И что это значит? Глория имеет возможность начать отношения с более дружеских ноток, так как теперь ее репутация говорит сама за себя. Да, кстати говоря, я в настройках отключила Славу, потому что она тоже запрещена до определенного до снятия определенной карьеры. Я, честно говоря, даже не помню какой. И Глория тут направо и налево раздает ключи. Кстати говоря, ключи раньше можно было раздать только живя в городе, а теперь и живя в своих частных домах можно раздавать ключи. Прекрасно. На седьмом уровне обаяния мы получили возможность просить немного денег в долг. Это нам очень скоро пригодится. Мне уже давно пора закончить эту серию, а я все никак не могу остановиться и наиграться. Тем не менее, время подвести итоги. Мы закончили почти первую неделю. Глория на четвертом, почти на пятом уровне карьеры и у нее следующие навыки. Важный навык обаяния, потому что его в этой карьере нужно будет качать до десятого уровня и логика на пятом уровне. Глория отправляется спать в стиле диска, как обычно. А вас, друзья, я благодарю, что провели это время со мной. Мы с Глорией очень нуждаемся в вашей поддержке, в ваших комментариях и вашем внимании. Спасибо еще раз и до встречи в следующей серии, друзья. Пока! Пока!